Картина изображает странную сцену. Веласка спишет огромное полотно, от которого мы видим только оборотную сторону. Недалеко от художника в центре композиции инфанта Маргарита в возрасте пяти лет, окруженная заботами двух юных придворных дам, Менин, Донни Марии Агустине де Сармиенто и Донни Исавель Веласко. Веласка спишет огромное полотно, от которого мы видим только обороты пяти лет, окруженная заботами двух юных придворных дам, Менин, Донни Марии Агустине. Трогающий ногой собак. Среди присутствующих Донни Марсела де Альоа и некий господин, возможно, Донни Его Руиз де Аско. Субтитры создавал DimaTorzok В глубине по ту сторону открытые двери Кофмаршал, Дон Хосиньетто де Веласкас. Реальные персонажи в реальной атмосфере, среди света и пыли. Что хочет изобразить художник? Ответ, казалось бы, очевиден. Две фигуры, отраженные в зеркале за его спиной, то есть короля и королеву. Но зеркало может, в свою очередь, отражать еще какую-то картину. И чем объяснить удивительные взгляды персонажей? Может быть, появление самих королевских особ? Значит, художник пишет не их, а всю сцену, которую мы видим, адресуя ее потомкам. Загадки, интриги и тонкие запутанные игры Веласкас всегда оставляет возможность для бесчисленных интерпретаций своих произведений. Стиль самый современный, состоящий из пятен, света и цвета. Датировка точная. 1656 год. Крест кавалера Ордена Сантьяго на груди Веласкаса. Это более позднее добавление, сделанное или самим художником, или кем-то еще после его смерти по указанию Филиппа IV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова